Играя Горбой Криволин Двадцать лет в эфире, это, ого-го, Ни пятнадцать, ни десять. Сколько встреч, друзей и песен, Сколько городов и весен, Птицею горной взвернулось в небо высоко. Сколько встреч, друзей и песен, Сколько городов и весен, Птицею горной взвернулось в небо высоко. Двадцать лет в эфире, это нелегко, Унывали случайно. Сколько бед тревог промчалось, Но усталость не сказалось, На мотиве светлом нас Завущим далеко. Сколько бед тревог промчалось, Но усталость не сказалось, Двадцать лет в эфире, это раритет, Не подделка, а дело. Сколько писем прилетело, Сколько песен прилетело, Сколько весен отсвенело, Только жаль, сегодня многих С нами рядом есть. Двадцать лет в эфире, это юбилей, Пусть Господь нам помогает, Долго пусть гармонь играет. Эх, давай, ударь, родная, Праздник веселее! Пусть Господь нам помогает, Долго пусть гармонь играет. Эх, давай, ударь, родная, Праздник веселее! Слава российским гармонистам! Ура! Ой, ишь ты! Ну-ка, ну-ка! А ну-ка, гармошечка одна! А, Баянчик! Баян, баян! Играет музыка Играет музыка Горушечка Игрушечка Игра, игра Игра, моя душечка Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые москвичи и гости столицы! Вас приветствует ансамбль Геннадия Заволокина «Чистушка»! Мы рады видеть этот зал, прекрасный зал переполненным, много в зале друзей, знакомых, дорогих гостей. Разрешите поздравить всех гармонистов, частушечников, плясунов, песенников, а также всех любителей народного творчества с 20-летним юбилеем нашей телепередачи! Играй, гармонь, в Кривле! Ура! Ура! Играй, гармонь, в Кривле! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 950. Проколото колес в дорожных передрягах более 40. Хронометражный рекорд подготовки к концерту, сделанный ансамблем «Чистушка», они же съемочная группа. Мужчины 1 минута 50 секунд, женщины 2 минуты 25 секунд. Съемочная группа потратила 200 тюбиков средства от комаров. При этом все-таки потерпела комариных укусов несчетное количество, а также пчелиных 87 и собачьих 26. Было совершено падение из лошади 31, с велосипеда 25, с телеги 14, с оленей упряжки 3. Пропущено обедов в съемочном угаре более полутора тысяч. Отсижено на монтажах программы около 20 тысяч часов. Задействовано животных, птиц и насекомых более 70 разновидностей. Максимальное количество дублей отдельно взятого номера 18. Участвовало на съемках в массовых сценах около 12 миллионов человек. Вот такая статистика, друзья. Ну что, пора игроманиста на сцену первого звать. Ну, я предлагаю пригласить на сцену, Захар, сейчас знаешь кого? Кого? Самого миниатюрного гармониста планеты. Понял? Виталия Королева. Да-да-да. Итак, самый миниатюрный гармонист планеты на самой главной сцене страны. Виталий Королев! Ярославская область! Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас мы приглашаем на сцену ансамбль «Колокольчик» из Волгоградской области. Просим! КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь у нас снова уходит бывший моряк-подводник, большой друг и давний Геннадий Дмитриевич Заволокин и нашей телепередачи. Очень часто в письмах просят его показать. Валерий Клейков, он уже вышел! АПЛОДИСМЕНТЫ Пламенный привет вам, уважаемая, родная, любимая столица Москва. Москвичи, дорогие гости, от моряков флота российского, это вам подарок! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ай-на-на-на-на Аромат пирогов Все прошло, все ущелось Мы безвозвратную дали, дали, дали Ничего не осталось Ишь тоска да печаль Конфетки, парадочки Словно лебеди-саночки Ой, вы конец, а летные Селышная песня в щеках Гимназийски румяные От мороза чуть пьяные Грациозно сбивают Рыхлый снег с каблучка Помню тройку далую Вспышки дальних зорниц Твою позу усталую Трепет длинных ресниц Все прошло, все ущелось Мы безвозвратную дали Эх, ничего не осталось Ишь тоска да печаль Конфетки, парадочки Словно лебеди-саночки Ай, вы конец, а летные Слышно песня в щеках А гимназийски румяные От мороза чуть пьяные Грациозно сбивают Рыхлый снег с каблучка Эхо! Эх-эх-эх-эх! Эхо! 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 Валерий Кликов, Красноярский край, город Назарова! Музыка Геннадия Заволокина. Солист Захар Заволокин. Пусть льется свет из детских лет, Пусть будет вода. Давайте сначала от поля и речки С родного причала. От печки, от печки, Где звезды сквозь рамы Снега на крылечке. Давайте от мамы, Давайте от печки. Твое тепло, Мое тепло, После веселы весна. Зажжет огонь, Возьмет гармонию, Пусть говорит она. Давайте сначала от поля и речки С родного причала. От печки, от печки, Где звезды сквозь рамы Снега на крылечке. Давайте от мамы, От бога и свечки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этой деревне огни не погашены, Ты мне тоску не пророчь. Светлыми звёздами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Скромная девушка мне улыбается, Сам я улыбчивый рад. Трудное, трудное, всё забывается, Светлые звёзды горят. Трудное, трудное, всё забывается, Светлые звёзды горят. Кто мне сказал, что в леса метелиной Глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, Кто это выдумал, друг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не погашены, Ты мне тоску не пророчь. Светлыми звёздами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Светлыми звёздами ночь. Светлыми звёздами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Золотой голос России Анастасия Заволокина. Ансамбль Геннадия Заволокина «Честушка». Ну а мы продолжаем. Наверняка многие пришедшие сегодня на этот концерт помнят, что в 1986 году, когда вышла на экраны передача «Играй гармонь», начали её два брата сибиряка из города Новосибирска, братья Александр и Геннадий Заволокины. И вот сейчас на эту сцену тоже выйдут братья Заволокины, сын Александра Антон и сын Геннадия Захар. На сцене братья Заволокины! Просим спеть, конечно же, «Честушки» из репертуара старших братьев Заволокины. Бряни, бряни, брянички, конфеточки, брянички, конфеточки, брянички, бряни, бряни, брянички. Говорят, «Честушки» вроде в наши дни уже не в моде, Только разве дело в моде, если любят их в народе? В девках есть такая сила, распознать я не сумел. Меня милка окрутила, кукарекнуть не успел. Много леса, много леса, много ёлочек в лесу, А директора колхоза повезли на колбасу. Бряни, бряни, брянички, орешечки, семечки, Орешечки, семечки, бряни, бряни, брянички. Мы с милашкой расписались, показали свою рысь. В девять двадцать расписались, в десять и тридцать разошлись. Бату-бату-бату-бату полюбил опять никто. Мы с товарищем студенты ненавидим алименты. Честно слово, не шучу, брат, гуляла, я плачу. Тина, Тина, Тиночка, молодец, дитиночка! Раньше спросишь, как жена? Говорит, здоровая! А нынче спросишь, как жена? Говорит, которая! Своей мане сгоряча подарил я москвича. Только бесполезно она в него не влезла. Вот она и заиграла, а я вышел и пошел. До свидания, помидорина, я свеклину нашел. Бряни, бряни, брянички, конфеточки, прянички. Конфеточки, брянички, бряни, бряни, брянички. Антон и Захар Заволокины В зале находится сегодня с нами в этот праздничный концерт Старший из братьев Заволокины Заслуженный артист России Александр Заволокин Кстати, он через несколько дней отметит свой 60-летний юбилей Спасибо, спасибо Дайте поцелуи Радость какая Жить хочется, да? Вот кто нас собрал здесь сегодня? Конечно же, гармония Что такое гармония? Это символ души человеческой За гармонию стоит, конечно, прежде всего человек Его душа, его красота, его величие, его характер Вот что такое гармония И, конечно же, самая большая радость С тех дней, 20 лет прошло, как мы с Геннадием запели Вот эти частушки заиграли Любви вам, радости, хранит вас Бог Спасибо Спасибо Александр Заволокин Внимание на экран Дорогие друзья, с огромной радостью Хочу поздравить замечательную передачу Всенародно любимую передачу «Играй гармонь с 20-летним юбилеем» Я помню первые передачи этого цикла Это всколыхнуло всю Россию Всколыхнуло миллионы людей Которые любят гармонь Знают, что гармонь и народная музыка неразделимы Люди, которые принесли эту любовь И сквозь огонь Великой Отечественной войны А мы все узнали об этом благодаря передаче «Играй гармонь» Благодаря творчеству Геннадия Дмитриевича Заволокина Незабвенного, которого мы никогда не забудем Я очень благодарна Геннадию Дмитриевичу за то, что в этих передачах благодаря ему Были мои песни, песни сибирского цикла И особенно я хорошо помню У нас была съемка замечательная в Останкино Где исполнялась моя песня «Старый клен» Мне очень хотелось бы, чтобы и сейчас Вот в день, посвященный передаче «Играй гармонь» Посвященный памяти Геннадия Дмитриевича Заволокина И сейчас, чтобы прозвучала песня «Старый клен» Дорогие друзья, все вместе Любимую в народе песню Александра Николаевна Пахмута На стихи Михаила Матусовского «Старый клен» Старый клен, старый клен Старый клен, включить стекло Приглашаю нас с друзьями на прогулку Отчего, отчего, отчего не так светло От того, что ты идешь по берегу Отчего, отчего, отчего не так светло От того, что ты идешь по берегу Снегопад, снегопад, снегопад Давно прошел, словно гости к нам Весна опять вернула Отчего, отчего, отчего так хорошо От того, что ты мне просто улыбнула Отчего, отчего, отчего так хорошо От того, что ты мне просто улыбнула Отчего, отчего там Посмотри, 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 посмотри на небо сло От сияет вон безоплачно и чисто Отчего, 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 отчего ПЕСНЯ От того, что кто-то любит гармониться Ой, хорошо! Спасибо, друзья! По-моему, получилось! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот и спели вместе. Можно сказать, поближе познакомились, сроднились. АПЛОДИСМЕНТЫ Думаю, сегодня можно немного и поплясать. Где песня, там и пляска. У нас предложение поплясать не только нам здесь на сцене, а чтобы и зрители себя показали. Как всегда в телепередаче «Играй гармонь» Артисты артистами, а люди простые, люди людьми. И как еще вспоминал и говорил Василий Макарыч Шукшин, в пляске у каждого проявляется характер. Попробуем, может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, наши-то могут, понятно. А вот зрители смогут ли? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вон уже кто-то встает. АПЛОДИСМЕНТЫ Погодите, не спешите, мужика еще не началась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашаем всех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Птичет речка голубая, Омывает капушки. Веселей, играй за рвонь, А в сей России подушки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай, давай! Какая возможность! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аби не кудышны, аби не умелые, Зачат еще и смелые. А парни за парней носок и заливаются, Хотели милого распить, босс собирается. Шарокарик, а Москва, быстрое течение, Ты играй, моя гармонь, всем на удивление. Субтитры создавал DimaTorzok Одет бабку завернул тряпку, Поливал ее водой, чтобы стала молодой. Если б не было лицов, не было б поляночек, Если б не было гармонии, не было б гуляночек, А парни нос и играла в офису, Паянила заливочка, не пья вино, не уважай пьяного. Пошла плясать, свою выходку казать, Вот и ядом, вот и ядом, вот и выходка моя. Вот ядом! Вот это да! Аплодисменты, друзья! Не ожидали, честно говоря! Ну да, зал-то большой, и народу прислать вас много! Наш концерт продолжается, и я приглашаю на сцену... Давай, Захар, объяви! Заслуженный артист России Геннадий Калмыков, город Орел! Один из героев нашей программы. Гена, что прозвучит? Ну, сегодня очень звучало много традиционной музыки, и будет еще звучать. Я думаю, что вот на этом замечательном русском народном инструменте из Орловской области мы сыграем что-то необычное. Ну, к примеру, вариации на тему Никола Паганини «Каприз номер 24». Я с удовольствием послушаю. Написал композитор, заслуженный деятель искусств России Евгений Дербенко. Играть буду я. Генночка, ты пока устраивайся, а я расскажу про эту гармошку чуть-чуть. Эта гармошка называется «Ливинка». И пока, пока я только добавлю, что именно на этой гармонии в свое время играл сам Сергей Есенин на «Ливинке». Слушаем Никола Паганини. Геннадий Калмыков, город Орел. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Геннадий Калмыков, город Орел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продемонстрируешь, Ген? Смотрим Самая длинная гармошка на свете Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коля Кобзев А сейчас на сцену выйдет Николай Кобзев Встречайте Тебе сколько лет-то было, Коль? Когда ты снимался передачи тогда? Я не помню Лет 10-12, наверное Ну, сейчас тебе сколько? Нет, 24 Не женился? Нет А подруга есть? Есть Значит, невеста есть, скоро женишься А гармошку не бросил, я гляжу Ну, не бросил А если не секрет, кем? Работаешь по музыке? Да, по музыке, аккомпаниатор В Доме культуры? В Доме культуры Сыграешь? Сыграю Слушаем! Давай, Коля! Не тушуйся! Молодец! Николай Кобзев Николай Кобзев Город Тюмень А я друга встретил Здесь друга встретил? Да А кого это? Сашу Степанова Из Краснодара Знаем такого А где он сейчас? Вот он Казачок Кубанский Привет, Коля Как сыграл-то? Хорошо сыграл? А теперь я сыграю Нашу Кубанскую Город Тюмень Город Тюмень Александр Степанова Город Краснодар А ты где сейчас учишься Или работаешь? Я учусь в Ростовской Государственной Консерватории По классу Балалайки Балалайки Да А где мечтаешь работать? В Кубанском Казачьем хоре Ой Ну на Кубане все Мечтают работать В Кубанском Казачьем хоре Это вам верно говорю Сань, может вспомним 1995 год? 1995 год Как вы с Геннадием Дмитриевичем Заволокиным Состязались Играли цыганочку Да, здорово было Ну, внимание на экран АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играли фильмы на смещи Вот так Александр Степанов Здравствуйте Геннадий Новосибирск АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так получилось Хорошо Ну, коль уж тут речь зашла О кубанском Казачьем хоре Я думаю, никто Не будет против Если я прямо сейчас Сейчас приглашу на сцену этот прекрасный коллектив. Итак, на сцене государственный, академический, кубанский, казачий хор. Гостяк у телепередачи «Играй гармонь». И я с удовольствием предоставляю слово художественному руководителю этого коллектива, народному артисту России и Украины, профессору, композитору Виктору Гавриловичу Захарченко. Аплодисменты Моё волнение очень непростое. Я ведь знал Геннадия Заволокина и Александра Заволокина. Мне тогда самому было лет 25, а поскольку он на 10 лет моложе, значит ему лет 15-16, наверное. Но уже тогда они в Новосибирске, Александр и Геннадий, провели себя и называли себя композиторами. И в этом ничего не было, как сказать, нарочитого. Действительно, они показывали прекрасную музыку, частушки и были настоящими артистами. Я потом 10 лет работал в государственном сибирском русском народном хоре. Они приходили много раз в хор, показывали свои песни, хор их, так сказать, пел. Более того, я еще хочу назвать и упомянуть такое слово Сузун. В Сузуне был создан замечательный русский народный хор, которым руководил Геннадий Заволокин. Как бы оттуда тоже он пошел. И еще хочу сказать. Я хочу сказать, выразить свое отношение к Геннадию Дмитриевичу, поскольку это мой большой друг. Хотя удивительно, несмотря на радость возраста и на то, что мы были очень молоды, мы всегда называли друг друга только на «вы». И, так сказать, до тех пор, пока он не ушел, так сказать, в мир иной. Геннадий Заволокин – это действительно сконцентрированная личность, талант русского народа, который сконцентрировал целый ряд великих качеств. Это, конечно, замечательный гармонист, замечательный музыкант, замечательный композитор, замечательный сценарист. Я иногда вот подумаю, 600 передач сделать, показать в Москве, живя в Новосибирске, объехать столько регионов России. Он поднял столько талантливых людей, не только в России, тогда еще был Советский Союз, который мы впервые увидели живьем на экране. Это просто, так сказать, подвиг. Он написал много прекрасных песен, замечательных песен, многие песни его по-настоящему народные. И те, которые звучали, и те, которые записаны на компакт-дисках, которые будут звучать. Я так бы сказал, если коротко. Его талант, хотя каждый талант по-своему, так сказать, велик и самобытен, но где-то равновелик и достоин Василию Макаровичу Шукшину, которого, кстати, он сам горячо любил, сам записал частушки родины Шукшина. И он действительно, сказать, поднял российские таланты из самой-самой, так сказать, глубинки. И вот тогда мы поражаемся. Как же много у нас талантов, много на Руси. Когда смотришь наши программы по телевидению, кажется, у нас их 20, но максимум 30 человек. И все, больше нет. Еще клепают какие-то, сказать, я не знаю, звезд. Быстренько-быстренько и звезда получилась. Не горит, не светит, но звезда. А талант у нас... А талантов у нас на Руси не море, а океан. Как бы хотелось, чтобы их увидеть, я думаю, то, что первая программа в течение 20 лет показывает такую замечательную передачу, как «Играй гармонь». Уже за это одно, так сказать, эта программа, ее редактор достоин похвалы за то, что поддержал Геннадия Дмитриевича с своей прекрасной идеей показать русскую гармонь. Ведь гармонь именно ожила с того времени, когда появилась эта передача. И в самом деле заиграли не только, скажем, русская гармонь. Заиграли все коренные народы нашей страны. И сегодня в программе вы увидите. С различных республик будет играть, и каждый из них по-своему талантливый и оригинальный. И я еще не могу хотя бы двух слов сказать о Насте и Захару. Это, конечно, достойные продолжатели дела отца, как и Антон, который очень талантливый, продолжатель Александра Дмитриевича. Надо сказать, что весь рост у них очень талантливый. Кого не возьми, на кого пальцем не покажи, непременно талант и большой величины. О Насте хочу сказать. То, что Настя пишет песни, сейчас вы услышите. Но хочу еще сказать одно, что, может быть, ей не всегда удобно самой сказать, скажем, с телекрана. Ведь она мать четверых детей. Отец. Отец. Согласитесь со мной, сейчас, когда мы знаем, что, к великому сожалению, смертность превышает рождаемость, очень надо, чтобы как можно больше рождалось людей, тем более русских людей у нас в России. И она, выполняя свой долг, сполна. И, скажем, вот, руководить таким коллективом, это очень трудно. А одновременно быть матерью, причем я хочу сказать, она ведь родила еще и Геннадия Заволокина, также еще и маленький Геннадий Заволокин. И совсем маленькая. Сейчас она тоже, наверное, где-то здесь, потому что она ездит с маленьким, она же кормящая мать. Как это вот сейчас дает концерт, а за кулисами где-то пойдет кормить ребенка. Это же ведь подвиг, настоящий подвиг с большой буквы. Настя, я кланяюсь тебе за твой материнский подвиг, но дальше я хочу коснуться все-таки творчества. Она пишет песни, в том числе есть песни, которые она посвятила и кубанскому казачьему хору, о чем она сама скажет. Но первую песню объявлю я. И считаю, что эта песня великолепная, песня изумительная. Когда я ее услышал первый раз, я ей сказал, да, Настя, ты достойна своего талантливого отца. Ты настоящий, так сказать, продолжатель его великого дела. Такой песне может позавидовать каждый композитор. Это песня глубокая, песня духовная, песня о любви к родине. Здесь песня грустная, но это не значит, что там карка и дворанье. Нет, это песня о настоящей сыновине и дочерней любви к родине. Песня на стихи и романаха Романа «Воронушка». Исполняет государственный кубанский казачий хор и ансамбль «Частушка». Солистка Анастасия Заволокина. На чужой сторонушке, рад своей воронушке. Сторона постылая, все кругом не так. Сяду я на бревнышках, опустив головушку. Крах, 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 слышу я в ответ. Крах, 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 родины нет. Крах, крах, слышу я в ответ. Крах, крах, родины нет. О родной стороне больше песен не петь. О родной стороне только каркать, хрипеть. О родной стороне больше песен не петь. О родной стороне только каркать, хрипеть. Выйдя за околицу, мать вдогонку молится, Сколько мною пройдено, впрочем, что о том. Вспоминая давнее, слушаю подавленно. Словно голос родины, голос из кустов. Крах, 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 слышу я в ответ. Крах, крах, родины нет. Крах, крах, слышу я в ответ. Крах, крах, родины нет. О родной стороне больше песен не петь. О родной стороне только каркать, хрипеть. О родной стороне больше песен не петь, О родной стороне только каркать и петь. Каркает, поруча, о моей стороне, Тяжель и несусмертная, Элью поставь. Где ты, детство славное, Что дало мне главное, Слави сам заветные, Бог, Россия, мать. Крах, крах, слышу я ответ, Крах, крах, родины нет. Крах, крах, слышу я ответ, Крах, крах, родины нет. О родной стороне больше песен не петь, О родной стороне только каркать, хрипеть. О родной стороне больше песен не петь, О родной стороне только каркать, хрипеть. О родной стороне больше песен не петь, О родной стороне только каркать, хрипеть. Чарный вор, а я не твой, не твой. Как раз песня, о которой говорил Виктор Гаврилович, «Казачий край» она называется, родилась у меня на Кубани и посвятила ее кубанскому казачьему хору. Через месяц после того, как папа ушел в мир иной, послушайте эту песню. Кубань — это прекрасно, и всегда она дает силы, а в тот момент нам было очень тяжело. И можно сказать, Кубань оказалась той ступенечкой, на которую мы оперлись, встали крепко и пошагали дальше. Песня «Казачий край» посвящается Виктору Захарченко и кубанскому казачьему хору, и всем казакам России! Не хотелось, а придется, завертелось, не уймется, развернуться б, а пришлось вот кланяться. Золотое не пробьется, дорогое не вернется, вера православная останется. Казачий край надежду дай, гармонь играй, не помолкай. А как? Вот так! Казак без веры не казак! То, что бродит, перебродит, что уйдет, пускай уходит. Где же мы в конце тревог окажемся. Повезет, не выставляйся, попадет, не огорчайся, а не победим, так хоть намажемся. Казачий край надежду дай, гармонь играй, не помолкай. А как? Вот так! Казак без песни казак! Казачий край надежду дай, гармонь играй, не помолкай. А душа кричит, боится, сердце просит помолиться. И захомутали дни безликие. Все же ставят в храмах свечи, слышно песни каждый вечер. Знаю, что дела нас ждут великие. Казачий край надежду дай, гармонь играй, не помолкай. Держись, казак, без веры и отечества никак. Держись, казак, без веры и отечества никак. Держись, казак, без веры и отечества никак. Держись, казак! АПЛОДИСМЕНТЫ Слова народные. Музыка Анастасии Заволокиной. Посреди России встану. Солисты Сергей Макуха и Наталья Соловьева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Солисты Сергей Макуха и Наталья Соловьева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У казака моего Все выходит боево Пошет ли воюет ли? Ряшет ли, целует ли? Хорошо, паша, ты воюет, ряшет, тоже хорошо Целует, тоже ничего Хорошо, паша, ты воюет, ряшет, тоже хорошо Целует, тоже ничего На войну поедем Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон.